Да заодно и это я готов расцеловать свой мобильник. Со всеми было подобное. Только выйдешь на новый уровень в игре, только прицелишься в монстра и вдруг... Бац! Реклама! Обычно нам приходится закрывать рекламные окна одно за другим, но есть способ блокировать их всего парой кликов. Просто включите режим полета, и проблема решена. Этот метод работает как на iOS, так и на Android. К сожалению, у него есть один недостаток. Пока режим включен, вы не сможете делать или принимать звонки. Хотя иногда это только на пользу. Так приятно выйти на пару минут из зоны доступа, чтобы отдохнуть и насладиться любимой игрой. Мы привыкли думать, что наши смартфоны — это исключительно наше цифровое пространство, которому другим доступа нет. Мы храним там самую сокровенную информацию, например, личные фотографии или данные кредитных карт. Некоторые даже сохраняют пароли в заметках, но это уже немного чересчур, вам не кажется? Но, как бы то ни было, в вашем телефоне хранятся все ваши сообщения и электронные письма, и личные, и рабочие. Они могут быть синхронизированы с интернет-ресурсами, и нет. В общем, вся ваша жизнь может находиться в вашем телефоне. И думать, что она полностью защищена, может быть не совсем верно. На данный момент в мире не существует устройства, которые нельзя было бы взломать. Чтобы все же снизить риск взлома телефона, мы решили выяснить следующее. Во-первых, как могут взломать телефон? Во-вторых, как определить, что телефон взломан? И в-третьих, как защитить телефон от хакеров? Давайте начнем с первого вопроса и определим, как же все-таки телефон можно взломать. Самый простой способ – это завладеть вашим телефоном на несколько минут и установить шпионские приложения. Spy Phone App, Spicey или Spire. Эти приложения, по сути, считывают и записывают все входящие и исходящие звонки и текстовые сообщения. Они также могут отслеживать ваше местоположение по GPS, вашу активность онлайн, а также все ваши переписки и звонки по WhatsApp, Facebook, Viber и Skype. Их создатели утверждают, что подобные приложения помогают родителям не волноваться о том, чем заняты их дети, а начальникам быть в курсе, что делает их персонал. К сожалению, зачастую эти приложения используются совсем не в соответствии с задумкой их авторов. Через незащищенную сеть Wi-Fi в кафе или аэропорту. Да, так просто. Мы все любим использовать бесплатную сеть Wi-Fi в аэропортах или ресторанах, особенно когда путешествуют. Вы когда-нибудь использовали? Если да, жмите лайк. В общем, посредством общественного Wi-Fi вы выставляете свой трафик на всеобщее обозрение. Подумайте об этом, когда в следующий раз захотите зачекиниться в каком-нибудь экзотическом месте. Иногда просто стоит подождать, пока не появится возможность подключиться к надежной сети. Заряжая телефон через незнакомый USB-порт, даже в самолете или машине, вы рискуете. Всю информацию с вашего телефона могут украсть. Правда, это зависит от того, какая защита стоит на вашем телефоне и какой частью вашей личной информации она разрешает делиться с компьютером, к которому на данный момент подключен телефон. В любом случае с вашего телефона можно считать следующую информацию – имя и тип устройства, серийный номер, название компании-производителя, информацию по вашей операционной и файловой системе, а также электронная ID вашего телефона. Более чем достаточно, чтобы использовать эту информацию против вас. SMS-фишинг. Когда вы получаете сообщение якобы с вашей банковской выпиской или сообщение о начислении средств или даже ваши фотографии, вы нажимаете на ссылку и загружаете файл, и тем самым буквально дарите содержимое вашего телефона хакерам. При помощи сигнального протокола SS7, который использует большинство телефонных станций мира, хакеры могут читать ваши сообщения, прослушивать звонки и определять ваше местоположение. Но если вы не медийная персона, переживать не стоит. Как видите, вариантов, как хакеры могут добраться до вашего телефона, множество. Настала пора разобраться, как же определить, что ваш телефон взломали. Номер 15. В телефоне вы обнаружили приложения, которые вы не устанавливали. Иногда производитель телефона или сетевой провайдер могут установить новые приложения, когда вы производили очередной апдейт своего телефона. Однако, как говорится, доверяй, но проверяй. Лучше заранее убедиться, что эти приложения настоящие. Для этого в Гугле наберите их название и прочитайте, что о нем пишут другие пользователи, или, что еще лучше, надежные сайты. Если ни производитель, ни вы сами этого приложения не устанавливали, тогда это, скорее всего, хакеры. Безопасность всегда должна быть на первом месте. С помощью нескольких коротких кодов вы сможете больше узнать о настройках своего телефона и выяснить, защищены ли ваши сообщения и личные данные, или же за вами следят. Мы собрали самые полезные коды для смартфонов в одном видео, а еще инструкции о том, как вычислить злоумышленников. Звездочка, решетка, 21 решетка. С помощью этого кода вы можете узнать, перенаправляются ли ваши звонки, сообщения и другие данные. Статус различных типов подключенной переадресации и номер, на который перенаправляется информация, будет выведен на экран вашего телефона. Эту функцию чаще всего подключают либо ревнивые партнеры, либо родители, которые стараются защитить своих детей от спама и преступников. Более взрослые люди часто становятся жертвами такой практики, передавая телефон незнакомцу для единственного звонка. Поступая благородно, они рискуют предоставить злоумышленникам информацию о месте своего проживания, личностях членов семьи и друзей, своих привычках и ежедневной рутине, и даже о финансовом состоянии. Ух, как мне это нужно! Когда у вас есть несколько источников Wi-Fi, ваш телефон послушно запоминает все нужные пароли. Есть только одна проблема. Каждый раз при входе в новую сеть экран показывает точки вместо букв пароля. А что прикажешь делать, если нужно срочно подключить другое устройство к сети Wi-Fi, и не удается вспомнить пароль? Пользователей Android выручит приложение Wi-Fi Password Show. Оно позволяет увидеть все Wi-Fi пароли, которые когда-либо вводились в телефон. Больше никаких точек! Точнее, не скажешь. Теперь вам будет легко наладить Wi-Fi и поделиться им с друзьями. Номер четырнадцать. Некоторые приложения начинают странно работать. В то время как новые приложения, которые вы не устанавливали, работают на отлично, ваши старые приложения начинают вести себя странно. Что-то вмешивается в их нормальную работу, и, скорее всего, это хакерские программы. Будьте на чеку! Если вы заметили, что батарея на вашем телефоне стала быстро разряжаться, то что-то тут не так. Вероятнее всего, на вашем телефоне запущено приложение, о котором вы даже не догадываетесь. Такие приложения работают в фоновом режиме и не требуют отдельного запуска с вашей стороны. Но энергию вашего телефона съедают. Звездочка, решетка, шестьдесят два, решетка. Наберите этот код, если хотите узнать, куда перенаправляются вызовы, сообщения и данные. Если вам кажется, что никто не может до вас дозвониться, в таком случае есть шанс, что ваши голосовые сообщения перенаправляются на один из номеров вашего мобильного оператора. Решетка, решетка, ноль-ноль, два решетка. Это универсальный код для отключения любых форм переадресации с вашего телефона. Набрать этот код перед выходом в роуминг – хорошая идея. В этом случае с вашего счета не снимут деньги за звонки, которые по умолчанию переадресовываются на голосовую почту. Если у вас айфон, то вы, наверное, знаете, что можно одним касанием слать ответы на пропущенные звонки. Обычно это простые тексты вроде «Позвоните попозже», «Я в дороге» или «Какого черта ты мне звонишь?» Последняя, конечно, шутка. Мало кто знает об этом, но можно придумать свои ответы для любой ситуации. Просто зайдите в настройки, выберите телефон, затем «Ответить текстом». И вуаля! Отныне звонящие будут получать ваше новое сообщение. Мелочь, а здорово! Не так ли? Включите воображение и придумайте няшный, информативный или смешной текст по своему вкусу. Например, «Какого черта ты мне звонишь?» Ваш телефон начал рассылать и получать странные сообщения. Так же, как и с неизвестными звонками, вы можете обнаружить текстовые сообщения, которые вы не отправляли. То же самое может происходить и с вашим электронным почтовым ящиком, если он установлен на вашем телефоне. Даже если вы сами этого не заметили, то ваши друзья или коллеги могут упомянуть, что получали от вас странные сообщения. Ни в коем случае не игнорируйте эту информацию. Звездочка-решетка 06-решетка. С помощью этого кода вы можете узнать свой IMEI – Международный идентификатор мобильного оборудования. Зная этот номер, вы сможете найти телефон в случае кражи. При включении телефона его местоположение автоматически передается сетевому оператору, даже если вставлена другая сим-карта. Если кто-то посторонний знает ваш IMEI, он может узнать модель и технические характеристики устройства. Когда вы даете кому-то свой телефон, вы втайне боитесь, что этот человек может добраться до ваших личных данных. Однако, если у вас Android, вам нет смысла волноваться о таких вещах. Чтобы обезопасить себя, надо просто включить гостевой режим. Для активации нажмите сперва на значок «Пользователь» в правом верхнем углу панели быстрых настроек, а затем на значок «Гость». Вот и все! Теперь вашим данным ничего не угрожает, пока вы не отключите режим. Спасибо за надежную защиту, Android! Если ваш телефон нагревается, даже когда вы по нему не звоните, это плохой признак. И даже если вам нравится ощущение тепла со стороны вашего устройства, все же не стоит закрывать на это глаза. Опять же, скорее всего, на вашем телефоне работает неизвестное приложение в постоянном режиме и нагревает ваш телефон. Номер 10. Ваш телефон сам перегружается, выключается, набирает номера или открывает приложение. Вам нравится думать, что раз ваш телефон любит перегружаться или набирать телефонные номера, то он стал объектом паранормальной активности, и с вами разговаривают призраки? Спешим вас расстроить. Скорее всего, это не призраки, а хакеры. Вот так. Код Джеймса Бонда Существуют специальные коды, позволяющие человеку отследить ваше местоположение, а вам выяснить, следят ли за вами. Для этого вам понадобится утилита «Сетевой монитор» NetMonitor. Впечатайте туда один из следующих кодов. Для iPhone и для Android этот или другой. Шаг первый. Перейдите в раздел под названием «Среда UMTS ячеек». Затем «Информация UMTSRR» и запишите все номера под идентификатором ячейки. Эти номера являются основными станциями, расположенными поблизости. Ваш телефон будет подключаться по умолчанию к той, которая раздает лучший сигнал. Шаг второй. Вернитесь в главное меню и нажмите на вкладку «Информации о ММ», затем на услугу PLMN. Запишите номера под кодом локальной сети – LAC. Шаг третий. С помощью этих двух номеров и веб-сайта openslid.org, четвертая вкладка слева, вы можете найти на карте место расположения базовой станции, к которой подключен ваш телефон. Стоит с подозрением относиться к мобильным базовым станциям. Это может быть грузовик или небольшой автобус с большой антенной. Эти виды транспортных средств используются на рок-фестивалях и в местах со слабым интернет-покрытием. Если вы нашли один из них поблизости, без какой-либо очевидной причины, может быть, кто-то занимается шпионажем. Номер девять. В списке ваших звонков появляются незнакомые номера, а с вашего счета пропадают деньги. Хакеры могут совершать дорогостоящие международные звонки через ваш телефон. Также они могут воспользоваться вашим зараженным устройством для того, чтобы звонить в компании, которые снимают плату за звонок. На самом деле они даже не звонят сами, а предлагают платные услуги своим клиентам. Так что в конечном итоге они в плюсе, а вы в минусе. Если вы любите слушать аудиокниги или засыпать под спокойную или не очень спокойную музыку, то следующая функция точно для вас. Попросту говоря, это таймер, который позволяет телефону отключать аудио в определенное время. Доступен он пользователям iOS и включается парой быстрых нажатий. Прежде всего зайдите в раздел «Таймер» и настройте продолжительность воспроизведения. Откройте опцию «Когда закончится таймер» — «When timer ends»» и выберите «Остановить воспроизведение» — «Stop plane». Нажмите кнопку «Установить» — «Set» и запустите таймер. Когда он остановится, любой играющий в этот момент аудиотрек автоматически выключится. Теперь ваш телефон не придется долго заряжать по утрам. Спите спокойно и не волнуйтесь ни о чем. Техника все сделает сама. Если вы владелец Android, стоит периодически проверять телефон на вирусы. Place Raider — один из самых опасных вирусов, который может подхватить ваше устройство. Разработанный американскими экспертами, он был предназначен для демонстрации уязвимости техники. При попадании в телефон этот троян делает серию снимков окружающей среды. Он создает 3D-модель здания, в котором вы находитесь, а затем использует любое интернет-соединение для отправки данных, по пути прихватив все данные и пароли на вашем телефоне. Вот еще одна из самых крутых функций, доступных на вашем iPhone — возможность делать фото в процессе видеосъемки. Если вы всегда хотели совместить эти занятия, слушайте внимательно. Опция работает на всех моделях iPhone, начиная с iPhone 5. Возможно, вы и сами уже догадались, что нужно делать. Нажмите на кнопку камеры, которая появится на экране рядом с кнопкой затвора. Вот и все. Вы сделали фотографию, а видео продолжит записываться без каких-либо пауз или сбоев. Экран телефона просто мигнет на секунду, сообщая вам, что снимок сделан. Боже, спасибо тебе за технологию! Ну и за все остальное тоже. Номер 7. Вы не можете выключить свое устройство. Вы пытаетесь выключить телефон, а он начинает открывать приложение, усиливать подсветку или что-нибудь еще. Вряд ли это настройки производителя. Так что имейте в виду. Набор разных кодов позволяет включить ряд скрытых и полезных функций вашего телефона. Например, нажав пару кнопок, можно спрятать свой номер при исходящих звонках. Если ввести звездочка, решетка, 3, 1, решетка, ваш номер будет невидим для всех абонентов. Ну а если вам нужно скрыть его лишь для одного вызова, то введите решетка, 3, 1, решетка, перед тем, как набрать номер абонента. Полезно, не правда ли? В списке ваших звонков появляются незнакомые номера, а с вашего счета пропадают деньги. Хакеры могут совершать дорогостоящие международные звонки через ваш телефон. Также они могут воспользоваться вашим зараженным устройством для того, чтобы звонить в компании, которые снимают плату за звонок. На самом деле они даже не звонят сами, а предлагают платные услуги своим клиентам. Так что в конечном итоге они в плюсе, а вы в минусе. Национальные службы безопасности практически во всех странах теперь сотрудничают с операторами мобильной связи, которые часто предоставляют первым доступ к информации о любом из своих клиентов при условии, что у них есть ордер из суда. Как минимум они предоставляют данные за последние три месяца. Если ваш телефон прослушивался службой безопасности, скорее всего вы этого даже не заметите. Если во время разговора телефон издает странные звуки, быстро разряжается, перегревается или неожиданно перезапускается, это всего лишь показатель того, что стоит его починить, а не признак того, что вас прослушивают. Обычно люди не очень много информации раскрывают в телефонных разговорах. С точки зрения тех, кто хочет вас подслушать, гораздо более целесообразно установить специальные устройства – жучки в чьем-то доме. Чтобы узнать, есть ли в доме жучки, можно использовать радиоволновые детекторы. Номер 6. Во время звонков вы слышите шумы или эхо. Если во время звонка вы слышите шумы или эхо, а раньше в этот момент ничего подобного не случалось, скорее всего кто-то получил доступ к вашему телефону, они могут отслеживать телефон и, возможно, слушают ваш разговор прямо в эту минуту. А вы знаете, что есть еще один способ мгновенно делиться контентом с другими пользователями Android? Чтобы магия сработала, телефоны должны находиться близко друг от друга, провода не нужны. Просто коснитесь значка «Поделиться» в любом приложении. Выберите опцию Android Beam и поставьте телефоны спина к спине. Всего пара секунд, и миссия успешно выполнена. Это работает не только на смартфонах, но и на некоторых планшетах. Android Beam может пересылать любые типы файлов, включая MP3, веб-сайты, фотографии и даже схемы проезда. Такую функцию однозначно стоит попробовать. Эй, чего же вы ждете? Номер пять. Внешний вид интернет-сайтов отличается в вашем мобильном браузере. Возможно, это признак того, что в вашем телефоне вирус, который считывает ваше онлайн-общение и активность в сети. При этом вирусная программа, вероятно, установлена между вашим браузером и интернетом, и от того вид сайтов отличается от нормального. Номер четыре. Вы заметили, что потребление мобильного интернета выросло. Если у вас стоит приложение для мониторинга потребления мобильного интернета, и вы заметили, что потребление значительно выросло, а вместе с ним и денежные расходы, то это признак, что вашим телефоном пользуется кто-то помимо вас. Найдите в настройках телефона приложение, указывающее на количество потребления мобильного интернета каждым из ваших приложений. И если какое-то новое приложение просто сжирает весь ваш интернет, то, скорее всего, оно заражено. Срочно удалите его! Используйте мессенджеры, полностью защищенные от посторонних, такие как Telegram, Chair, Vicar или Signal. Определите, какую информацию безопасно оставить в открытом доступе. Нужна ли всем возможность узнать ваш номер телефона или иметь доступ к информации о вашей семье, близких или вашем образе жизни? Будьте осторожны, публикуя фотографии детей. Не устанавливайте на телефон неизвестные программы. Внимательно следите за установленными приложениями. И используйте защитные пароли везде, где только можно. Не переходите по небезопасным ссылкам и не подключайтесь к подозрительным, бесплатным станциям подзарядки. Только ваш оператор сотовой связи должен предлагать вам услуги отслеживания и должен включать их с вашего прямого согласия. Веб-сайты и приложения, которые предлагают узнать местонахождение других людей, почти наверняка действуют с преступным намерением. Будьте осторожны. При необходимости к телефону с Android очень легко подключить клавиатуру или мышь. Это может пригодиться, если сенсорный экран поврежден или если требуется набрать большой текст. Все, что вам потребуется, это кабель USB on the go. Такая опция позволит работать с телефоном по-новому. Клика иконки курсора мыши. Что касается подсоединенной клавиатуры, она сильно облегчает создание текстовых сообщений или важных документов и их отправку по имейлу. Кстати, с помощью USB кабеля к телефону можно подключать и геймпады. Не бойтесь экспериментировать. У вашего гаджета столько возможностей. Номер 3. На экране телефона стали появляться всплывающие окна. Наверняка вы их видели на экране своего компьютера, если вы не пользуетесь хорошим антивирусом. Всплывающие окна сообщают, что вы выиграли в лотерее или новый iPhone. Все, что нужно сделать, это просто нажать на эту кнопочку и он ваш. Такие окна могут быть следствием установленной вирусной программы. Никогда на них не нажимайте. Наверняка вам приходилось забывать пароль для разблокировки экрана. Обычно это гарантирует хозяину телефона несколько секунд или даже минут. Паники. Такое происходит довольно часто. Намного чаще, чем нам хотелось бы. К сожалению, трудно придумать пароль, который всплывал в памяти при любых обстоятельствах. Но есть приложение, способное решить ваши проблемы. Оно называется Screen Lock Time Password и позволяет сделать текущее время или любые другие варианты, связанные со временем, паролем блокировки экрана. Чтобы выключить блокировку, просто введите те цифры, которые видите в данный момент на часах телефона. Кто бы ни придумал эту штуку, респект за гениальную идею. Ваш пароль постоянно меняется, так что не беда, если кто-то его подсмотрел. Эй, а ты на что уставился? Отличный способ повысить безопасность, не усложняя себе жизнь. Номер два. Электронные письма с вашего телефона блокируются антиспамом. Это может быть признаком, что ваши письма читает кто-то третий. Как? Они берут под контроль ваш телефон, меняют конфигурацию вашей электронной почты и рассылают ваши имейлы через неавторизованный сервер. Скорее всего, у хакеров к этому серверу прямой доступ Номер один. Вы не можете позвонить или ваши звонки сбрасываются. Если ваши звонки постоянно сбрасываются или вы просто не можете совершить звонок даже при хорошем сигнале сети, а во время разговора слышите странные шумы, вероятно, что с вашим телефоном что-то не так. Обычно это может быть признаком технической поломки, но не в 100% случаев. Если вы заметили такие симптомы после того, как установили странные приложения или прошли по неизвестной ссылке, то стоит задуматься о противовирусной защите. Так что же делать, если вы нашли все эти признаки в вашем телефоне? Попробуйте запустить мобильный антивирус. Удалите все приложения, которые вы не устанавливали, и приложения, которые потребляют слишком много трафика. Если возможно, переустановите софт вашего телефона до производственных настроек. Ну а если это не помогло, то тогда стоит обратиться к техническому специалисту. Всем известно, что профилактика лучше лечения, и вот несколько подсказок, как защитить свой телефон от взлома. Если вам пришло сообщение со ссылкой, где вы не видите полный URL, не открывайте. Если вы заряжаете телефон через незнакомый компьютер, при подключении выберите пункт «Только питание». Не пользуйтесь режимом запоминания паролей. Отключите автоматическое подключение устройства к Wi-Fi точкам. Выбирайте сети вручную. И еще о Wi-Fi точках. Избегайте точек доступа с подозрительными именами, вроде «Фри интернет» или «Wi-Fi фри». Предпочтение лучше отдать точкам, защищенным паролями, особенно если вы в кафе. не совершайте покупки и переводы денег в общественной Wi-Fi сети. Если у вас Android, установите надежный антивирус. И, конечно же, поставьте пароль на свой телефон.